так всем привет сегодня очередной день очередного дня делаем дом что сегодня сегодня сетка которую я прибивал в предыдущих сериях подрезается специально остановился на середине процесса чтобы зафиксировать этот этап так вот у нас сетка вот у нас ножницы по металлу обрезаем и получается вот такая вот красота практически и там даже если честно и не видно что он там есть с обратной стороны с обратной стороны все уже подрезано вот так вот получилось вот такая вот штука дрюка что сейчас буду делать сейчас дорезаю там отвинчивый вот этот водосток почему потому что решила все это сделать покрасить буду как раз с краскопульта лупа ну думаю за часок домик покрашу в два слоя алкидной краской так решила покрасить дом по новой мышца то покрытие которыми окрасил меня не особо устроила красил я вал текала текурилой вот колерованный такой пигмент и решил все это дело перекрасить по новой почему во первых неудобно наносить неудобно наносить нужно носить кистью этот состав это очень долго соответственно мне чтобы все это дело по новой покрасить нужно как я понял красить где-то слоев 3 точно и 100 квадратов покрасить кистью три слоя это сложно второй момент это штуковина walti color она очень дает слабый цвет так как эта пропитка чтобы получить вот такой цвет я коллировал делал двойную закладку пигмента вот в третьих даже вот где есть два слоя все равно но просвечивает то есть я хотел получить такую цвет как от краски но это штуковина такой цвет особо не дает это вот этот цвет 50 87 помочь я не ошибаюсь он отличается значительно от того цвета который в каталоге в каталоге он такой там еле-еле сиринкой так сказать вот это 23 отрывала у меня доски неоднократно вот я поменял новая доска то есть их ну периодически отрывает вот это тоже не есть хорошо хотя здесь было в два слоя покрашена все равно ее отодрала мы в третьих хочу и цвет немного сделать понасыщеннее потемнее поэтому подобрал примерно такой же вот но уже краской буду окрасить вот здесь тоже по отрывала это вот по моему два что ли слоя красила я ливадин вот еще пошел местами грибок но я так думаю это из-за того что доска была заражена вот что с этим делать да ничего с этим делом не буду делать потом может если время будет когда-нибудь все это дело зачищу и понове покрашу пока покрашу поверх что он все в жопу времени возиться с этим грибком нет причем грибок как ни странно на пару-тройку досках только пошел на этих двух вот здесь и там вот где-то наверху на одной но скорее всего древесина была заражена а так как я ее антисептиком не обрабатывал что нужно было бы теоретически сделать сразу так как это уличная облицовка то где была зараза там она и проявилась вот эта стенка стоит очень четко здесь очень много слоев краски здесь примерно слоя наверно 4 точно есть там точно есть два вот ну вот она вот стоит большего ну короче вот так то он видно чуть-чуть по выгибала местами на подходила малек это уже на какой год на 3 вот это все дело после покраски это все дело после покраски еще раз посмотрю где что плохо пробилась добью заклеил стыке и привью уже наличники беленькие упа на наличники чтобы фасад на зиму был закончен для покраски купила вот такую вот вилла аква тоже вроде тикурил а хотя не написано вилла аква вилла кала ну походу это тикуриловская краска алкидная вот хотя может не обманули может и нет очень похоже до изготовитель тикурил а вот эта краска она алкидная подобрал я примерно вот такой же цвет видно только он будет чуть-чуть по идее по насыщеннее вот и я сейчас лупану все это дело краской с краска пульта открылая ведерко вот такая субстанция здесь но и говорится по виду видно что она знаметно гуще чем в alti color я даже не знаю смогу ли я при такой густоте протолкнуть ее сквозь пистолет вполне вероятно что придется разбавлять ну что уж сильно она густая чем разбавлять непонятно промашечка вышла это подозреваю но попробуем может быть и протолкнется сквозь пистолет дадим давление побольше и здравствуйте но что-то я сомневаюсь чувствую придется разбавлять так мы читаем что написано матовая содержащая масло алкилатная краска для наружных деревянных поверхностей в краске используется создавающие вещество изготовленное по новейшей технологии повышающей гидрофобности грязи отталкивающие свойства поверхности так новые ранее окрашенные струганые пеленые деревянные поверхности так расход на одно слое 48 метров квадратный литр струганая краску он использовать белый можно тонировать подготовка поверхности очистить грунтовка так как раз к тщательно перемешать можно разбавить водой до десяти процентов к объему для получения на на поверхности нужно смеса достаточное количество тонированной краски из разных банок красить один слой кистью или распылителем особенно тщательно обрабатывая края досок короче можно разбавлять водой но если красить не будет разбавим водичкой так что хочу сказать краска пульт конечно выдувает краску но нужно разбавлять потому что чтобы он смог продуть я ставлю самый узкий факел самый узкий то есть там самое большое давление все более широкий он не не продувает и повышают повысил давление до 4 атмосфер вот и тогда получается что вот он примерно вот так ну то есть виден размер факела меньше вагонки нужно хотя бы чтоб ну размером с вагонку потому что больше он не продувает сильно густой состав я еще этот дадую и следующий разведу ну в общем пистолет можно было бы сравнить как ведет себя вот этот lvlp и hvlp но по ощущениям меньше облака меньше пыль красочная хотя может быть это из-за того что сильно густая краска но всяком случае все равно красит намного приятнее по мне чем мы слать вот это вот все кистью как бы там ни было всем привет вот оно утро можно сказать следующего дня прошлый раз я чуть-чуть попшикал с краска пульта вилла aqua производства тикурила но видимо не под брендом тикурила но тем не менее вот такая получилась у нас стеночка что здесь можно увидеть можно увидеть здесь то что доску которую я где-то здесь вот прибивал закрасила краска в один слой глухую то есть у нее укрывающая способность гораздо больше чем у валте color которая вот здесь вот это наверное здесь один или два слоя 1 на слой или 2 вот там точно 2 в общем я уже не помню но тем не менее то есть здесь гораздо лучше все это дело закрасилась а вот она эта доска вот она то есть ну закрасила на в глухую что уже неплохо единственным конечно минусом является то что она сильно густая но тем не менее вот здесь вот я тоже покрасил сейчас пойду будет видно о слушайте на камере отлично видно где доски по выгибала минимально здесь вот надо подстучать здесь здесь будем тестировать так сказать так глазом не особо видно на самом деле а вот через фотоаппарат отлично и так сегодня попробую я закрасить в пару-тройку слоев дом поэтому я пришел с утра сейчас подготовим инструменты и приступим вот здесь кстати пробовал грибок этот закрасить но слушайте закрашивается потиху на вот он проступил но тем не менее счищать его не буду оставлю на следующий год там зачищу нормально вот эти доски вот обработаю их от грибка и покрашу тогда по новой что сейчас нету времени на всю эту возню скорость она особо не играет так вчерашний день показал что вот штука окрасим мы краской viva color villa aqua делает ее тикурила вот день что показал что вот эта вот штуковина для краскопульта сильно густая и хоть мне удалось покрасить кусок стены но расход воздуха был сильно большой из-за того что нужно было давление давать почти под 7 атмосфер по 6 атмосфер чтобы хоть что-то тут выдувало вот я ее чуть-чуть даже развел туда еще получше стало но тем не менее день я уже разводить все нормально не стал почему потому что было нечем не было мне воды не знал я что она консистенции густая так сейчас мы откроем пошло дело открывайся вот она открылась но видно густящая такая субстанция даже тут вот разливы вот эти они не сильно таки куда-то делятся может быть она вся алкидная краска такая но тем не менее сейчас мы будем разводить и попробую я это сделать сразу в этом большом ведре потому что вся она все равно уйдет и буду потом уже переливать маленькая ну судя по вчерашнему замесу я думаю надо ведро это до краев наполнить водой это будет у нас это процентов 25 я так думаю мы разведем и посмотрим на консистенцию сейчас вот чтобы видно было консистенция вот такая вот еле-еле такая вот штука она получается то есть для краскопульта это вообще очень густо все даже несмотря на то что я купил краскопульт который работает на низком давлении лвп все равно получилось фигня так берем водичку и заливаем может это неправильно но другого выхода нет либо я тут умру красить так это сколько полтора литра у меня здесь где-то литров 8 8 литров на где-то так 8 1 8 еще долить хотя зачем рисковать сейчас вот это вот все дело мы перемешаем решил есть купить приспособу вот такую маленькую мешалочку для краскопульта и сейчас посмотрим что же этого выйдет то есть ну палка мешать с не очень ковырялкой а такой вот штука я думаю будет вполне себе интересно так вот у нас ковырялка посмотрим что она нам тут наковыряет чем хорош этот краскопульт у него есть собственно говоря вторая скорость можно попробовать сейчас на вторую лопануть о процесс пошел заметно шустрее вот на второй скорости слушайте там закручивает виражи будь здоров ну и как бы я так палкой перемешал вообще нереально пройдемся по дну ну что посмотрим на консистенцию он консистенция стала пожиже значительнее так сейчас возьмем эту же палочку который мы брали изначально и посмотрим то есть видно вот падает краска если у нас там раньше образовывался такой бугорок что ли но все но она густоватая блин надо еще разводить не это сильно густо для краскопульта все равно вот чем хорош краскопульт мы сейчас нормальный расход сделаем мне вот это ведро сказали уйдет на 100 квадратов на один слой я как раз вот здесь на доме 100 квадратов вагонки я думаю при текущем расходе слой натри хватит так берем вторую бутылочку хорош где-то развел я так подозреваю краску чуть ли не в половину не в половину а один к двум процентов на 30 наверно то есть это здесь восемь девять литров было то есть лопанулась сюда 3 литра воды почти и вот сейчас я думаю она приобретет надеюсь нужную мне консистенция кстати с учетом разбавления водой туда наверное стоит краску брать чуть чуть темнее что я собственно говоря и сделал на выходе получилось то что надо то есть видно вон бедря на маленьком и здесь здесь она значительно посветлее стала такая я как на подсознательном уровне брал на тон где-то на полтора тона темнее то есть это тон это в два раза я так догадываюсь вот так вот у нас заворачивает на второй скорости краскопульт ни разу я не пожалел что купил эту насадку ну что вымешивать краску палкой это что-то нереальное вот теперь уже совсем другое дело думаю процесс пойдет гораздо удачнее кстати есть специальный прибор который показывает вязкость краски эта воронка такая сейчас вообще не видно чтобы она поверхности была специальная воронка с определенным диаметром горлышко и не набирается краска и меряется за сколько минут или секунд это воронка опустеет и поэтому определяют вязкость красителя ну думаю жижи уже делать не буду думаю вполне себе и так путем проб и ошибок вот это влпшный краскопульт с такой вот разведенной краской более менее он циклирует на давайте еще раз на четырех атмосферах то есть он более менее что-то вот тут шумыжет вот она получается такая поверхность ну закрашивает а думаю слоя 23 дам будет офигенно вот видите много красочки дал будет подтек надо кистью растирать это все регулируется ну вот нормально вот видно практически в тон попадает краска с тем что я красил ну и можно начинать уже делать это в промышленных масштабах ну что поехали и так лвл пешный пистолет 4 атмосфера у нас краска разведенная примерно на 9 литров на 8 почти 3 литра воды вот такой вот результат ну давайте ради интереса посмотрим сколько он на одном заряде компрессор сделает сейчас я доведу чтобы компрессор заработал и посмотрю сколько досок можно будет покрыть вот заработал компрессор там где-то он срабатывает у него таймер по уму на 6 атмосферах или на 4 вот и он докачивает воздух до нужного состояния до нужного давления до 8 атмосфер и вот с 8 атмосфер получается когда мы будем сейчас красить посмотрим насколько у нас это все сработает вот краска видно пузырится тоже не хочет она водичкой разбавляться ну давайте попробуем малек ну в один проход получилось попробуем второй проход ну вот у нас получилось более-менее покрасить полтора прохода довольно таки широким соплом хочу сказать что вчера мне хватало одного заряда так сказать компрессора чтобы пройтись по одной досточки всего лишь вот так я вчера намучился чтобы это все сделать итак лупанул я эту стенку покрасил что получается получается что ну если настроить краскопульт так чтобы он плевался но не сильно тогда можно работать где-то атмосферах на трех вот и что еще заметил краска очень быстро сохнет то есть не знаю видно отсюда или нет тут вот верхний ряд прокрасил и вот нижние пять досок осталось и вот там уже сухо вот а здесь когда я проход делал чуть ниже вот этого козырька здесь уже вообще высохло все то есть не видно где крашена где нет то есть краска сейчас даже на фото на видео не видно особо вот там чуть-чуть видно мокрое вот это вот а это уже практически все сравнялось то есть она такая очень быстро сохнущая поэтому между слоями в инструкции написано где-то часа два с половиной можно держать между слоями и поэтому ведерко-то и закрыл чтобы не высыхала краска не стрелять и 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 сегодня у нас какой-то по счету новый день и посмотрим что накрасилась у нас здесь вот фасад он покрашен краской уже аква вилла вилла аква короче красочки которые я купил и которую достаточно серьезно развел и водой для того чтобы можно было наносить скраска пульта что получилось сейчас как раз солнышко вышло видно вот они там где давал много краски водичка подтекала местами ну а там где нормально там нормально отлично сфокусируется нет такой вот цвет получается прикольно это тоже соблазн есть много мало дать чтобы хорошо все прокрасилась поэтому где-то вот я наверное тут перебарщивал есть вот подтеки с водой ну о чем это говорит это говорит о том что эту краску нужно либо наносить с компрессора где-то атмосфер на 8 наверное краска пультом высокого давления тогда он и проталкивает вот но для этого нужен ременной компрессор и литров на 100 как минимум тогда можно не разводить такая водой жестоко и тогда будет у таких подтеков но местами нормально получилось вот здесь два слоя стенка кстати нагревается от солнца хорошо вот сейчас пойдем посмотрим там где был у нас один слой вот здесь тоже два слоя вот видно где вода давал много воды она потекла вода на фракции поделилась а что поделать уже как есть выбирая скорость приходится жертвовать качеством иногда вот а вот это вот сторонка есть в один слой я ее красил и вот видно сверху тут кое-где еще пятнышки поставались это вот были две доски новые и сверху так видно чуть-чуть пятнистость по низу слоев было побольше поэтому тут все закрасилась более-менее сверху вот так вот в целом мне понравилась эта штуковина достаточно хорошего него кривистость она густая известная кистью это бы я все умер наносить они рекомендуют рекомендуют эту краску наносить производитель кистью либо там с краска пульта но кистью это вообще умереть просто я тут краска пульта упарился вот а кистью я бы не знаю и расход был бы в разы больше и стал бы все пропал бы пропала бы интерес пропал бы к работе а так краска пульта более меня быстро но получше единственное о чем жалею о том что сразу краской не покрасил и все кстати по поводу краска пульта я так посмотрел что лучше использовать жидкие краски акриловые классики алкидные вот эти которые носил вилла это аква аналкидная она густая то есть все краски которые алкидные они густые краски которые идут на всяких нитросмолах всякой этой хреновень они жидкие так вот лучше я подумал брать жидкую вот вверх если там видно черные такое у меня это я красил белинкой вот она как раз жидкая такая и водоотталкивающая и когда я попадали те места где было прокрашено этой краской красил вот этой серой алкидной то она аж видно что было не бралась то есть краска на водной основе там расходилась на месте где была покрашена белинкой вот этой поэтому пока ну я понял одно что для быстрой покраски фасадов нужно брать изначально что-то жидкое а что-то жидкое из таких красок это у нас штуковина которые растворяются white спиртами то есть на растворительной основе на такой ну вот как-то так сегодня день я думаю все это докрашу и буду уже лепить до лечить и 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 он и и и и и Продолжение следует...